Привет! Долго меня не было, и сразу скажу, этот месяц был адом. И это в то время, как ситуация у многих людей из Украины намного хуже, чем тот ад, который ощутил я. Из-за того, через что мы прошли, мне плевать на хейт, мне плевать на отписки, мне плевать на пожелания смерти в комментариях или сообщениях, мне плевать на слова других блогеров, которые, возможно, будут недовольны моими мыслями. Конченые люди, делайте, что хотите. Это видео для остальных. Этот ролик, наверное, будет что-то вроде типа подкаста, поэтому можно не смотреть, но важно послушать. За несколько дней до вторжения, когда была информация о российских войсках на границе с Украиной, я, конечно, был в ахуе. Было пиздец, как напряжно, но у меня в голове такие события не укладывались. 2022 год, как это возможно? Война России с Украиной, просто рычаг давления, запугивание и все в этом духе. Я отказывался это принимать напрочь. Я, наверное, просто успокаивал себя этими мыслями, но вот Путин. Выступая с обращением о признании двух республик, я понимаю, что все пиздец, по-любому ведутся войска на Донбасс. Да, кстати, кто не знал, я как раз из Донецкой области, всю жизнь жил в Дружковке, затем в Краматорске и всего год живу в Харькове. Созваниваюсь с мамой всеми возможными аргументами, пытаясь ее убедить приехать ко мне в Харьков оттуда, да, забрать сестру и приехать. В итоге согласилась, приехали вместе с сестрой, собрали в Харькове тревожный чемодан и сидим, да, пока в безопасности. Все это время по телеграм-каналам, читаю, что пишут, надеюсь, на какие-то хорошие новости, есть некая информация, которую я пока не могу сообщить, возможно, мы об этом поговорим, если мне дадут добро. Но, исходя из обращения президент РФ, я понимал, что на Донбассе они не остановятся. И вот 23 февраля вечер, мы с Ампалой, со своими девушками встретились в ресторане, посидели, покушали, обсудили все планы, что вообще будет дальше, как это вообще все возможно и поехали по домам. Кстати, того ресторана уже нет. Я еще взял домой пива, играли там с девушкой в комп и заснул где-то в полпятом. Просыпаюсь через час от звонка, сбрасываю, захожу в телеграм и по всем телеграм-каналам Харьков взрывы. Киев взрывы, Одесса взрывы и я слышу взрывы. Смотрю в окно, вдалеке, в разных местах идет дым, хуярит и пиздец. Так вот такого я даже представить нахуй не мог. Он же говорил, что за русский язык в Харькове 90%, если не больше русскоговорящих в Мариуполе, что говорить про остальные города на востоке Украины. Это вы сказали по мирным не будете стрелять, да? В ужасе думая, что делать, как быть, я понимаю, что такое вторжение, удары по самым крупным городам Украины, это уже никуда не денется и просто так не закончится. Я бы хоть как-то понял логику, если бы они зашли сначала на Донбасс, устроили какие-то провокации и из-за этого пошли дальше. Я бы это хоть как-то мог понять. Короче, захожу в инстаграм в истории, там пиздец, захожу в директ, да, я все-таки, ну, у меня есть, блядь, аудитория, думал, может, какая-то поддержка, вопросы, что там, да как, что происходит у вас. А подписчик, который месяц назад поздравлял меня с днем рождения, желает мне смерти. Ну, так. Человек, который постоянно меня смотрел, называет меня нацистом и хочет, чтобы я умер. В общем, знатно прихуел, с мыслями так и не собрался, но понимаю, что надо заправить машину. Из окна смотрю, там уже неебические пробки на всех заправках, которые только видно, но надо ехать, страшно пиздец. По телеграм-каналам уже видео боев с окружной, блядь, в паре километра от меня, а я стою на заправке в очереди три часа, заправляю машину и слышу все эти ебаные взрывы. Это невозможно описать словами, это не то, что посмотреть военный фильм, это не то, что посмотреть видео, да, реальные, там, взрывы в Киеве, как в дома жилые попадали. Это не то, вы, вы не сможете, это вообще, это нереально. В общем, заправился, звонит Игорь, быстро соберем монотки, едем к родителям Ани и его жены, бери девушку, маму, сестру и ждем на Клочковской, чтобы... Дергачи это, если что, 40 километров примерно от центра Харькова. Мы сорвали, взяли котов, в чем были одеты, то мы поехали, не взяли даже документы, взрывы и, ну, просто пиздец. Пришлось ехать через город, потому что на окружной были бои. Все думали, что в Дергачах бомбить нечего, и их не тронут. Пока мы там были, да, их действительно не трогали, почему их не трогали? Потому что там оккупировались российские войска, и именно оттуда запускали грады по Харькову. Каждый залп мы слышали, каждое падение снаряда в Харькове за 40 километров мы слышали. Все это летело над нашими головами, свистело и... Ну это пиздец, это надо только... Находиться там, чтобы это понять. Это было настолько громко и страшно, что даже если вот вы просто попробуете со всей силы, блядь, представить, каково это, находиться рядом с разрывами, блядь, ракет... У вас даже ни на один процент не получится представить и ощутить то, что ощущают люди, которые находятся там. Да, мы все это слышали. Слышали вот этот взрыв. В этом здании находился знакомый жены Игоря. Странно, что он не служит в вооруженных силах Украины, да, но... Почему это бомбили? Ладно. Мирные жители, которые там проезжали, ладно. В одно видео всю эту информацию вместить не получится. Идем дальше. Первые пару дней спали в доме, когда все стало намного громче, из подвала почти не выходили. Все выглядело примерно так. Взорвали пару предприятий очень близко от нас, аж трубы в подвале сыпались. При таких громких взрывах и сотрясении земли и всего этого, ты просто думаешь, что все, это все. Да, мы сидели в подвале, там был метр бетонной плиты над нами, еще немного земли сверху, но после такого, там ни от какого подвала бы, ну, просто не осталось бы ничего. Сидя в такой обстановке, я был готов отдать все, канал, деньги, машину, все, что имел за все это время, все, что нажил. Лишь бы это закончилось. Поэтому, кстати, я обозначил у себя в телеграм-канале Литвина ребенком. Потому что, глядя на все это, блядь, из подвала, где ты можешь умереть в любой момент, чел, блядь, жалуется на санкции, блядь, это смешно. Ладно, поговорим еще о медийных личностях обязательно. В общем, 9 дней мы спали на пластмассовых стульях, сидя, да, в одной и той же одежде, еды, еду очень страшно выходить готовить, но, тем не менее, как-то справлялись, пока все затихало. И на 9 день Игорь говорит, что надо оттуда валить, потому что пиздец, думаете, диригачи не тронут, везде будет пиздец. И никто не знает, как лучше остаться в подвале, где убить тебя может только прямое попадание в этот подвал, что весьма вероятно, потому что сейчас там в диригачах вообще пиздец происходит. Либо рискнуть и уехать, там еще говорили, что вот только запускали зеленые коридоры, мы его так и не дождались, просто поехали, блядь, и нам было, ну, было не то что плевать, было очень страшно уезжать. Но в итоге мы собрались и поехали. После этого, блядь, десятидневного гнета собираемся, утром выезжаем, в 6 утра обычно все утихало, нихуя, блядь, начали взрывы, мы выезжаем из диригачей, и первое, что я увидел на выезде из диригачей, это был блокпост. Ну, украинские военные там, конечно, всех проверяют, там паспорта показывают, что ты из Украины, потому что как раз из диригачей заходили на Харьков через эти все дороги. И вот там стоят украинские военные и с улыбкой желают счастливого пути. Вы просто не представляете, как в тот момент вот от сердца, блядь, отлегло. Мы в укрытии были в ахуе, а они стоят там и при этом как-то умудряются улыбаться. Я прослесился пиздец нахуй. Да, кстати, это те самые нацики, о которых говорится в российских СМИ, от которых нас освобождает Россия, у которых мы якобы в плену. Спасибо за освобождение, блядь. Охуенно. Знаете, вот мне мама говорила, типа, спроси у прабабушки, каково было во времена Великой Отечественной войны, потому что она как раз, ей было там 10 лет. И вот спроси, если хочешь узнать об этом хоть что-то. Сейчас спросите любого жителя горячих точек в Украине. Спросите меня. И вы узнаете, каково это. Слава богу, вы не почувствуете, но мы вам расскажем. Это... Ладно. В общем, выехали из Харькова, немного попустило, потому что мы немного отдалились от пиздеца, в котором находились, да, и глядя на лица военных, которые, ну, везде, блядь, нормальные люди. Я не одна... А, не, один уебан военный был, да, говорит, ебать, не в ту сторону едешь. Типа, я сам разберусь, куда мне увозить свою семью. Хорошо, спасибо, блядь. За 12 часов, обижая все пробки, мы проехали примерно полукраины, да, у Игоря жена беременная, нас военные пропускали, ну, как так, типа, проезжайте быстрее. И оказались в Кропивницкой. Под сиреной, нахуй, спали, только уехали оттуда, и, сука, снова сирены, я в ахуе, ну, стрёмная хуйня, пиздец какая стрёмная. Там переночевали, а потом, чтобы проехать до западной Украины, ну, примерно такое же расстояние, нам понадобилось 4 дня, потому что пробок там было еще больше. Бензина. Нет, чтобы вы понимали, я Ай-8 заправлял 92-м. Спали на обочинах, сидя в машине, не знаю, где удобнее, на пластмассовом стуле или в машине, блядь. Надеюсь, вам никогда не пригодится эта информация. И в итоге остановились на западной Украине в деревне возле границы, прям в 2-х километрах. И как бы там все говорят, что если будет пиздец там, то будет пиздец во всем мире. Ну, логично. В общем, приехали, а у меня, ну, не ключи, потому что мы выезжали из Дергачей, а на Салтовку, где я, ну, где у меня квартира, ну, ехать было пиздец. Как опасно, ее хуярят, блядь, до сих пор не переставая. Так нету ни деревьев, это дальше, это северная Салтовка, там, пиздец, блядь. Ни документов на машину, ни денег, ни одежды, вообще нихуя, просто, ну, нету. Есть только на карте какие-то деньги, за которые я расплачивался за бензин. В итоге вывел на много баксов скрипты, деньги с карты 2000 гривен с приватбанка перечислил на помощь ВСУ, а 16 тысяч отдал волонтерам для помощи мирным жителям, потому что, ну, блядь, в вооруженном силе Украины один симпл, сколько там, больше миллиона задонатил. И всесторонняя поддержка все-таки идет. А вот мирным жителям, я сам мирный житель, я хочу, чтобы им помогали, поэтому большую часть я отдал именно им. И в дальнейшем все накопленные средства со стримов или еще где буду перечислять именно мирным жителям, которые нуждаются в помощи. Но ни в коем случае не тем беженцам, которые уехали на западную Украину. Но, к сожалению, да, в Украине тоже есть конченые дегенераты, к примеру, как такие. Деньги. Слава Украине, девочки. Такие, как этот человек, очевидно, не слышали ни одного взрыва и понятия не имеют, что это, блядь, такое веселиться и тратить деньги беженцев. Ну, ты ебанул, блядь. Ну, поэтому извините меня, конечно, за то, что я понимаю, что многие выехали из ада туда и тоже нуждаются в помощи, но, блядь, я не хочу делить хоть малейшую часть своих средств такими, как она. Поэтому согласитесь, те, кто в горячих точках, им нужнее. 16 тысяч гривен я, кстати, перевел знакомому, который в Харькове при всем этом пиздеце ездит по городу и развозит людям гуманитарку. Он, кстати, мне и комп отправил и с документами, поэтому я сейчас могу с вами общаться. Я этого человека давно знал и сразу скажу, что, да, вот во время пиздеца, ну, такого жесткого пиздеца, вот, назовем, войны, очень многие люди показывают, кто они есть на самом деле, и ни один человек из моего близкого окружения не оказался гнидой. Я этому очень рад. Я очень рад тому, что все-таки умею разбираться в людях, и эта ситуация это показывает, по крайней мере, для меня. Да, кстати, там в инстаграме писали, ой, молодец, поддерживаешь украинскую армию, значит, поддерживаешь войну. Нет, я поддерживаю защиту своего государства и тех людей, которые сбивают вражеские самолеты и ракеты. Во время того пиздеца, который происходит в данный момент в Украине, очень высоко вероятно, что та или иная несбитая ракета упала бы там, где я. Сейчас бы не было меня, моих родных, моей семьи, многих людей. Поэтому я ни на секунду не пожалел, что перечислил последние деньги с привата именно вооруженным силам Украины. Это, кстати, писали люди из России, да, и они будто бы критиковали меня, что я поддерживаю войну. Ну так, ну скажите своим родителям, да, чтобы они не работали, бросили работу, не платили налоги России, чтобы в России не было денег. Или ты поддерживаешь войну и убийство людей. Ну, ты как бы думаешь, что ты пишешь. Да, довольно долгий рассказ, но примерно так прошел месяц этого ада. Как только уехали из Харькова, взрывов я больше, к счастью, не слышал. Потому что это очень давит на психику, это неконтролируемый страх, который идет изнутри. Возможно, у кого-то он отсутствует, потому что, ну, блядь, люди, некоторые, ну, гуляют, блядь, в Харькове. Ну, реально, люди берут и гуляют. Я не представляю, ну, может, привыкли, конечно, но после 14-го года я 8 лет проверял, салют это за окном или взрывы. И с тех пор я не могу это контролировать, это очень страшно. Сейчас я понял только то, что действительно, вот, имеет ценность в жизни каждого человека. Война загоняет всех в равные условия. Неважно, какая у тебя машина, какие у тебя амбиции, сколько у тебя денег, как ты одеваешься. Вообще ничего не важно, если ты, как и все, сидишь в подвале и можешь умереть в любой момент. Вот поймите, пожалуйста, это, что важно человечность и те люди, которые тебя окружают, как я уже говорил ранее. Если вы вдруг, не дай бог, окажетесь там, где оказались мы, никакие деньги, блядь, никакие связи тебе не помогут оттуда выбраться, кроме людей, хороших людей, которые тебя окружают. Поэтому, пожалуйста, присмотрите своему окружению. Именно это важно в жизни. Да, именно это. Многие еще писали, да, почему же ты не идешь на фронт. Скажу так, я не знаю, как бы я поступил на самом деле в реальной ситуации. Сейчас мне есть что терять, я имею в виду свою семью. К сожалению, у меня не стало отчима 12 декабря. Рак. И кроме меня, у моей мамы и сестры никого нет. Это единственные мои родственники. Ну, есть дед, блядь, алкаш. Ну, извините, он очень хороший человек, но, ну, блядь, вот алкоголь, вот такую хуйню делает. И сейчас я уверен, что я бы пошел, не будете мне что терять. Но, как бы было на самом деле, честно, пацаны, не знаю. Не могу об этом говорить на 100%, чтобы не лукавить и не лицемерить. Вот, сказал, что думаю, а дальше, как бы, делайте выводы сами. Ладно, после всего этого очень важные вопросы и темы. Все, конечно, в ролике не перечислишь, но смотрите, как я отношусь к русским. Снова вернемся к Челу, который 2 месяца назад, ну, уже 3, да, поздравлял меня с днем рождения. Желал всего хорошего. Блядь, ну, честно, не найду скрин. Вот, именно первое, что я видел всего этого, это был этот человек. А через месяц желает мне смерти. И таких сообщений в директе от русских, за то, что я поставил украинский флаг себе в инстаграм, очень много долбоебов пишет хуйню. Но секундочку. Мой одноклассник, который учился со мной, ну, в Украине, в Дружковке, там, в Донецкой области, он всегда, кстати, был пророссийских взглядов, но никого, и всем было похуй. Мы всегда общались, он приезжал из России к нам, всегда были рады друг друга видеть, там, гуляли, бухали, все в этом духе. И вот на историю, где я репостнул видео девушке, которая потеряла маму, он мне отвечает, человеку, которого знает более 10 лет, «А что ж ты молчал, когда Донбасс бомбили?» Я, все его друзья в Украине могут умереть в любую секунду, а этот хуйсос иронизирует мне в директе. «Серега, давай приезжай к нам в Харьков с родными и попизди про Донбасс. Удачи!» Вот скажите мне, ответьте мне на этот вопрос, где вы были, когда в 2014 году у меня под домом началась война? Где вы были, когда я слышал в 2014 году эти взрывы? Ну вот просто вот мне интересно, что в этом обвиняют украинцев, да? Где вы были? А вы где были? Ну типа это как минимум странно. Ладно, Донбасс это отдельная история, тут даже в политику лезть надо, чтобы понять, кто все эти 8 лет поддерживал безоружное ополчение, да? И не давал закончить все мирным путем. Поэтому оставим эту тему. В общем, вернемся к русским на фоне всего этого. Да, ядовитое гнилое нутро у многих людей 24 февраля, к сожалению, ну или к счастью, выплеснулось снаружи. Это факт. Но вы что, думаете, что в России вот все долбоебы, да? Это я сейчас обращаюсь к остальному миру, там, украинцам и вообще, кто смотрит этот ролик. У меня есть два довольно близких друга, как раз таки из России. Они пиздец как переживают, пиздец как поддерживают. Контакт с ними нисколько не ухудшился. И это что касается друзей, а что касается тех людей, да, подписчиков, просто подписчиков, которые там, у которых родственники в Украине, которые знают, какой пиздец здесь творится. Как они поддерживали, ну неужели, как я могу относиться к ним хуём, к тем людям, которые поддерживают. И неважно из какой они страны. Эти люди понимают, что здесь происходит, и у них есть хоть капля мозгов, да, не писать хуйню в такое сложное время. К ним плохо относиться я не буду никогда. Вроде как бы я говорю очевидные вещи, да, но эти вещи не очевидны для тех людей, которые с нихуя называли меня русофобом. Потому что я поставил украинский флаг себе в инстаграм, опять-таки. Пиздец. И вот, да, именно таких конченых дегенератов я действительно на дух не переношу. Всё верно. Да, кстати, ещё в инстаграме были доёбы по поводу того, почему я говорю на русском, если выступаю против российской агрессии. Ну, как по мне, ответ очевиден, но для особо одарённых. Я всю жизнь говорил на русском, я учился в русской школе, я привык говорить на русском, и моя страна никогда не запрещала мне говорить на русском. Наверное, многие в шоке, да? Да, кстати, что на Донбассе, что в Харькове, ни разу не сталкивался с ущемлением русскоговорящих людей. Ну, это так просто, то, что я видел лично. Ладно, медийные личности, и быстро пройдёмся по кейсерам, а затем взглянем на всю эту медийную ситуацию более глобально. Когда я ещё сидел в Дергачах, на третий-четвёртый день Игорь говорит, а ну, зайди в ютуберскую беседу у себя в ВКонтакте, интересно, что там вообще пишут люди, там же блогеры из России, да, как они на всё это реагируют. Я думаю, да, действительно интересно, сейчас зайду, захожу, и ничего. Ну, вообще, я не то, чтобы ждал каких-то слов поддержки, да, я... Ну, мне просто было интересно мнение людей. Ну, чтобы настолько похуй... Я не понял. Блядь, да когда ролик у кого-то на пять просмотров меньше собирает, люди уже начинают там спорить, а здесь идёт война, я в аду, другие люди в аду, нахуй. А им похуй. Не, я, конечно, никого не осуждаю, и сейчас сужу по себе, но мне, как минимум, было бы интересно, что там происходит. Поэтому я вообще нихуя не понял. Не, может это вот реально, некоторые люди из России думают, что тут просто операция, просто всё хорошо, просто нас освобождают, и всё нормально, да. Потому что некоторые сообщения, мне до сих пор приходят ВКонтакте, Блядь, чекни мою демку, брат. Меня забанило ваком, помоги. Когда я сидел в подвале, блядь, под взрывами, вот мне такое пишут. Ты, вы в порядке, блядь? Ну, я понимаю, невозможно, реально вот не знают люди. Поэтому, как бы, опять-таки, никого не осуждаю, но, блядь, вот представьте, насколько я в ахуе был. Ладно, очень благодарен Максу Делайту. С первого дня писал, спрашивал, что там да как. Постоянно писал, постоянно предлагал помощь. И очень помог финансово в один трудный момент, когда на картах денег было ноль, а они действительно были нужны. Макс Делайт, спасибо огромное. Ну, типа, это пиздец, как помогло. Ну, ты не представляешь. Ну, ты представляешь, я рассказывал, но спасибо. Еще раз говорю, я никого не осуждаю, но, как я говорю, как есть. Мне поебать, блядь, как вы на это отреагируете. Если говорить дальше, то я не знаю, с кого начать, с Литвина, там, Соболева или с других. Хотя, ладно. Почему в ролике я не собирался затрагивать политику и говорить, что кто-то плохой, а кто-то хороший? Потому что многие блогеры из Украины, ну, ну, кто может, у кого есть возможность, да? Потому что я прекрасно понимаю, что возможности есть не у всех в данный момент. Сеня, Слидан, которых вы смотрели, там, возможно, кому-то прислушивались. Например, я постоянно прислушивался ко мнению Сени по многим вопросам. Все они уже рассказали и показали в историях в Инстаграме или в видео, как это сделал Слидан, как это сделал даже Сливки Шоу в ролике. Ну, правда, этот ролик существует сейчас только в Телеграм-канале. Не знаю, по-моему, я вам не пиздил никогда. Даже если кейсы в роликах открываю, я не перезаписываю, если мне не выпадает. Я показываю, как есть. Есть очень много роликов на канале, где мне реально нихуя не выпало. Я показываю это, хотя мне это невыгодно. И вот все эти люди из Украины, да, блогеры, которые все это показывают. Вы думаете, все стали нацистами, да, всех подкупили, всех других людей подкупил Америка, Украина, я не ебу, блядь, кто. Вот думаете, все мы такие продажные уёбки, да? Весь остальной мир, который поддержал прекращение огня в Украине. Вот все твари, да? Русские, Маргенштейн, который завуалированно, да, дал понять, что здесь происходит пиздец со своим треком. Акунин, Чичваркин, Невзоров, все это, ну, наверное, ну, нацисты, да? Фейс. Ну, блядь, пацаны, перечислять можно долго. Ну, вот послушайте их слова обо всем этом. Посмотрите интервью у Дудя. Информация, блядь, бесплатная и сейчас открыта. Сейчас у вас её никто не ограничил. Те, кто живёт в Украине, они видят это собственными глазами. Они сами снимают это на видео. Те попадания по жилым домам в Киеве, во всех городах. Тот пиздец, который вы видели в роликах, да, возможно, многие видели, что происходит, это правда. Я видел это собственными глазами, когда выезжал из Харькова. Не, у некоторых людей из России ещё остались оправдания, да, что ВСУ сами виноваты, потому что прячутся в жилых кварталах. В моём доме, возле которого разорвался снаряд вооружённых сил Украины, не было. Рядом их не было. Посмотрите на Мариуполь, Ирпень, Харьков, Бучи. Во всех домах, блядь, сидят ВСУ. Вот в Киеве ракета прилетела. Вот на пятнадцатом этаже сидели вооружённые силы Украины. Блядь, вы хоть... Ладно. Не несите, пожалуйста, бред. Если хотите более подробно об этом и обо всём другом, ссылка на Twitch в описании. Адекватный вопрос, адекватный ответ. Спасибо. Ладно, что касается Литвина, потому что многие после поста в Телеграме спрашивали, что, почему, да. А некоторые вообще писали, на кого ты вообще рот открываешь. А я вам отвечу. Понимаете, когда за тобой правда, ты можешь открывать рот хоть на весь мир. И всё равно окажешься прав. Правда, она одна. Она вне всего этого. И неважно, кто с этим согласен, а кто нет. Ладно, далее этот человек, и, кстати, не он один, высказывался насчёт русофобии. Да, Соболев об этом тоже заикался. И сейчас очень важно и очень интересно. Мне любопытно, почему блогеры-миллионники резко начали обижаться на хейт со стороны аудитории? Особенно Соболев, который проходил через волны хейта, его это начало беспокоить. Ну, хотя раньше как-то справлялся нормально, а сейчас... А сейчас жалуется. Почему же это начало происходить? Вот мне интересно. У каждого блогера есть хейтеры. Это нормально. Это, сука, очевидно. Так почему им вдруг так резко стал неприятен этот хейт? А вы говорите о русофобии. Вот русские блогеры, да? Вам свой директ показать? Ну, почитаете, может быть. Ну, вы же говорите о русофобии. Почему вы не говорите, как некоторые долбоебы из России хейтят украинцев? Почему вы не говорите про тысячи унесенных жизней? На русофобию обиделись. Что случилось, ребята? Вот и я не могу понять, что случилось. Ведь можно было занять нейтральную позицию, как это сделали многие другие русские блогеры. И вообще ничего не говорить. Но вместо этого вы продвигаете в массы понятие русофобии и убеждаете мирное население России, что весь остальной мир для них враги. Ладно, что касается митингов и многих слов о том, что каждый русский виноват в том, что происходит. Пацаны, тема очень противоречивая. Есть ролики, в которых люди пытаются доказать, что каждый, кто живет в России, ответственен за тот ужас, который творится сейчас у нас в стране. Типа, своим бездействием они сами привели к этому результат. Я с этим в корне не согласен и здесь дело даже не в исключениях в виде моих друзей, однако начнем с них. Ни один ролик на планете не сможет убедить меня в том, что мой друг, которому только исполнилось 18 лет, который целыми днями сидит, играет в компьютер, смотрит аниме, да, и живет так, как ему нравится, что он виноват в том, что я пережил. Или в том, что переживают украинцы. Ни один. Зато я убежден в другом. Это даже не убеждение, это очевидно, что человек это то, что его окружает. Если ты с детства познакомился, к примеру, с плохой компанией и начал пить и курить. Не познакомился, не начал пить и курить, вырос без вредных привычек. Ну, логично? Да. Так же и везде. Если бы я родился в России, то у меня, очевидно, было бы другое окружение, другая школа, другие мультики по телевизору, другие новости. И, возможно, я бы даже не смог выговорить слово «поляныться». И, скорее всего, я сейчас тоже бы верил в то, что здесь, в Украине, нацисты, от которых надо освободить бедных украинцев. Чтобы вы понимали, я же из Донецкой области, да, и в 14-м году, когда все это начиналось, я был наивным, безмозглым долбоебом. И не понимал, что если ты чего-то не видишь своими глазами, то и верить этому нельзя. И в то время действительно склонялся в сторону России. Поэтому винить всех мирных русских, которые думают, что нас здесь освобождают и помогают нам, хз, я скорее виню ту машину пропагандой, которая сыт этим же людям в уши. Да, для меня каждый человек, который верит непроверенной информации, которую не видел сам своими глазами, конченый долбоеб. Из-за долбоеба все беды. Это правда. Но если бы все эти люди знали правду, знали вот все, что здесь происходит, как думаете, вот подумай, они бы нас поддержали? Очевидно. Поэтому снова, виновата только машина, которая пользуется тупостью этих людей. Это всего лишь инструмент. Ну, как по мне. Я против нацизма, украинцы против нацизма, а Россия, оказывается, тоже против нацизма. Получается, все заодно. Так в чем проблема? Проблема, вы поняли, в чем? В информации, которая окружает каждого отдельного человека. Вот и все. Кстати, что касается митингов, да, вот опять-таки в чате, в телеграме, ссылка, если что, есть в описании, там просто обычному, спокойному, мирному, русскому человеку пишут, да какого хуя ты не идешь на митинги, иди на митинги. А каким образом вы себе это представляете? Каким образом люди в России сейчас должны собраться на митинги, не маленькой компашкой, да, которую разгонят за 15 минут, хотя какие-то 15-10, там же дубинки, которые быстро разгонят, а таким количеством, чтобы это принесло хоть какой-то результат. Вот как эти люди под той информацией, в которой они живут, каким образом они должны скооперироваться. И все это сделать. Может, блогеры из России должны на это повлиять? Лично я уверен, что их заметут мгновенно, и никто ничего сделать не успеет. И это не пессимизм, а реальнее. Даже если некоторые блогеры соберутся в одну компанию, да, и скажут, надо сделать митинг, как сделать это так, чтобы не узнало правительство, чтобы не завелась крысой, и чтобы все не пошло по пизде, и они не лишили всего. Вы же понимаете, что другие люди тоже думают о себе. Сейчас происходит только то, что вы хейтите блогеров из России, некоторые из них начинают пиздеть в ответ на всю свою аудиторию, и тем самым только накаляется ненависть между народами. Просто остановитесь, нахуй. Литвин, смотри, я украинец, спрягаюсь против русофобии в целом и ненавистью между народами. Но об этом еще обязательно поговорим. И сейчас я буду говорить только про себя. А вы подумаете о себе на моем примере. Честно скажу, не узная, что такое взрывы рядом с тобой, не узная, как это страшно, очень сомневаюсь, что я бы вышел из своей уютной квартиры и пошел на митинги, где меня налегке могут захуярить и закрыть в тюрьме. И хуй бы я согласился, чтобы туда пошли мои близкие люди. Да, после пиздеца в Харькове я не боюсь дубинок, я не боюсь тюрьмы. И в тюрьме намного безопаснее, чем во время войны. Но те люди, которые этого не переживали, даже если, опять-таки, попытаются, даже если пересмотрят все видео, они не смогут этого ощутить никак и понять нас. Не смогут, даже если сильно захотят. Я вспоминал взрывы в 2014 году, не просто представлял перед вторжением вот этим, а вспоминал, каково это будет. Думаю, это хуй с ним справимся. Нет, это пиздец. Поэтому пиздец на русских за то, что они не выходят на митинги, ну вот, блядь, как они выйдут? Я уверен, что многие были бы не против выйти, если все вышли. Но как они это сделают? Митинги, возможно, начнутся чуть позже, но сейчас это... Я не представляю, как это... Надо быть гением, чтобы, блядь, собрать какой-то нереальный митинг, который будет способен на что-то повлиять. Возможно, да, когда ситуация уже, правда, начнется лезть просто со всех щелей, повылазят все вот эти блогеры, тоже начнут говорить на митинг, когда это уже станет более безопасно, как гоблин младший в третьем человеке-пауке. Сначала иди нахуй, а потом, ну, привет, спасибо. Вот тогда может что-то измениться. Ладно, и, наверное, самая важная часть ролика – это русофобия. Если, в общем, то почему все об этом говорят? Почему все так убеждены в этой русофобии? Вы можете сейчас, вот прямо сейчас, да, сами загуглить рейтинг Путина в России в данный момент. 79% на одном из сайтов. 79% населения России одобряют действия правительства РФ. Следовательно, одобряют и те ужасы, которые происходят в Украине. Многие скажут, что подобная статистика очень неточна, или это все пиздеж, и все накрученное, вся хуйня. Я с этим не согласен, и смотрите почему. Нюанс в другом. Я уверен, что они просто не знают, что они поддерживают. Они идут против нацизма. Они такие, о, заебись, нацизм они будут в Украине. Они не знают, им не показывают по новостям унесенные жизни среди мирного населения, маленьких детей, разрушенные города. Они этого не знают, поэтому и поддерживают. Им говорят, что идет специальная операция против нацизма. Все довольны. Ну, блядь, я бы тоже был доволен, если бы нацизм отстранялся от меня. Ну, его нет. В этом и вся проблема. Проблема в информации. Ни один нормальный человек такого бы не поддержал, если бы, конечно, знал, что здесь происходит. И русский, естественно, не исключение. Каждый русский человек, я уверен, очутись в этих событиях, сказал бы, вы что, ебануты? Что вы делаете? Поэтому тут сами выбирайте. Вините русских мирных жителей в том, что происходит, либо винить правительство. Лично я выбираю второе, потому что, ну, тут все очевидно. И все эти нюансы, да, которые летают вокруг этой темы, там, можете мне не объяснять. Я все это прекрасно понимаю. То, что вы мне скажете, для меня, скорее всего, будет очевидно. А если вы не согласны с этим рейтингом 79%, то покажите это в тех же соцсетях. Да, вам опять-таки нельзя называть войну войной, но никто не просит этого делать. Вам никто не запрещает выступать против насилия и убийств. Не надо размещать видео разрушений, которые в России назовут фейками, да, и притянут вас к ответственности. Нет насилию, хэштег, нет убийством. И все все поймут, о чем вы говорите. Это очевидно. Покажите миру, что вы действительно против всего этого. Если вы, конечно, действительно против. Иначе не удивляйтесь, почему к вам так относятся. Рейтинг Россия показывает сама. 79%. Теперь конкретный пример русофобии, который произошел у меня в телеграм-канале. Ссылка в описании. В телеге я баню каждого конченого долбоеба, который устраивает там хаос. В беседе сидят люди со всех стран разных, да, и есть один конкретный парень из России, адекватно выражает свои мысли, все норм. И на него несколько раз накидывались только из-за того, что он русский. Жестко хуесосили, просили забанить, и все в этом духе. И вот вопрос. Я за него вступался, но никого из украинцев не банил, хотя любой русский за подобное поведение в сторону Украины улетает в бан мгновенно. И вот скажите мне, является ли это русофобией с моей стороны? Ну, можете подумать, поставить на паузу, написать или сформулировать у себя в голове. Скажите, русофобия ли это? А теперь ответ. Когда украинец начинает пиздеть на мирного русского, я его не баню, потому что прекрасно понимаю, что он пережил. Именно из-за русских. Да, не всех, но тем не менее, я прекрасно могу понять, что он чувствует. Не могу сказать, что я это поддерживаю, просто могу понять, почему у людей зарождается ненависть к человеку только из-за того, что у него русский паспорт, блядь. Поверьте, если бы вы испытали то, что испытали мы, вы бы тоже это поняли. Именно люди из России принесли в наш дом ад. И согласитесь, это понять можно. Но за что мирные люди из России желают смерти украинцам? Что украинцы? Я, к примеру. Что я плохого сделал тем мирным людям, которые сейчас живут в России? Что мои друзья из Киева, Днепра, Харькова, Краматорска, Дружковки? Что конкретно эти люди, что они, сука, тебе сделали? Вот люди пишут там, смерть хохлам, да? Что, сука, они тебе сделали? Что ты желаешь им смерти? В общем, те, кто так писал, да, или думал, или задумывался хоть на секунду, пожалуйста, перечистите мне все беды, которые устроили вам эти люди. Мне будет интересно почитать, что же такого они вам сделали, что вы желаете им смерти. И вот моя главная позиция. Да, я считаю, что ни один блогер на информационном фронте не сможет повлиять на эту войну, не сможет одолеть эту, блядь, машину пиздеца, которая вот так вот влияет на людей, что они начинают писать такую хуйню ни с того, ни с сего. Да, я понимаю, это пишут малолетки, возможно, даже неисправимые, но тем не менее, это пиздец. Почему я после всего пережитого стараюсь сохранять рассудок, а остальные просто отказываются его иметь? Почему? И что касается рассудка, давайте без политики, а чисто логика. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность третьей мировой войны. И тогда пиздец будет всем. Чем быстрее это закончится, тем быстрее все наладится. Логично? По-моему, логично. Да, есть много нюансов, но в целом давайте говорить на языке фактов. Вот эти крики о том, что Украина хотела напасть, сейчас я вот эти точки покажу, Америка хотела напасть, это всего лишь крики. Факт лишь в том, что Россия напала на Украину. Из-за этого происходит пиздец во всех странах. Цены просто пиздец. У вас пиздец, у нас пиздец. Поэтому я просто буду надеяться, что это закончится как можно скорее. Поэтому я обращаюсь ко всем здравомыслящим людям, ко всем, кто еще в состоянии оставаться здравомыслящими. Чисто мой опыт, чисто то, что я пережил. Украина, держимся, все будет хорошо. Обязательно. Обязательно, сука, будет. А насчет россиян и санкций, которые уже довольно так неплохо на себе ощущают мирные жители, скажу следующее. Признаюсь честно, когда сидел в подвале 9 дней, да, спал в подвале, ел в подвале, на пластмассовом стуле, в одной одежде, охуевая от холода. Вот представьте себе такую жизнь. Ну, санкции, ну, хуй с ними сейчас, честно, хуй с санкциями. Представьте, что вы живете в таких условиях. И не просто в таких условиях, а еще и гремят взрывы постоянно. Представьте себе такую жизнь. И скажу так, что находясь в этих условиях, за 10 дней, я даже привык. Поэтому и вы привыкнете. Я говорю про санкции. Это вообще, сука, не проблема. Не расстраиваемся. Все замечательно. У вас реально все охуенно. Я был готов отдать все. А тем более, уж поменяться с вами местами. Ну, очевидно. Информация – это ужасная и страшная вещь. Когда вот я уже нахожусь на западной, да, и мне человек просто пишет сообщение, говорят, там уже всю западную прямо сейчас бомбят, уже все села, все бомбят. Мне просто от этих сообщений меня начало трясти. Просто из-за слов. Вы понимаете, насколько это страшная вещь, информация. Поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию. Наверняка у многих есть родственники в Украине. Напишите, спросите, что у них там происходит. Они вам не врут. Я вам не вру. Я говорю то, что видел собственными глазами. Вы тоже можете увидеть собственными глазами. Можете зайти в Instagram, через VPN, телеграм-каналы по разным городам Украины и посмотреть видео очевидцев, что здесь происходит. Поэтому я очень надеюсь, что моя позиция по всему этому вопросу вам стала более-менее понятной. И пока что, конкретно, что касается этой темы, добавить мне нечего. Если у кого есть какие-то вопросы, ссылка на Twitch в описании. Стримить постараюсь как можно чаще. А те, кто поддерживает убийство людей и желает другим людям смерти... Пиздуйте нахуй отсюда, ебаные пенарасы. И пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет смерть. Пусть не с капустой, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастья. Я вас прошу, расскажите всем, что это горе, которое случилось. Мне жить больше нет смысла просто. Одна надежда на то, чтобы сласливый сын, у него осколочное ранение в грудь и перебита артерия на руке. Сухожилиями лежит в реанимации. Суки, за что он так... В моем семье его все разбили.